Они были подрядчиками вот этих домов, а потом решили построить свой жилой комплекс. Привет! Это тебя на самолетах возят? Не кочегары, мы не плотненькие. Шумоизоляция почти никакой. Раз, два, три, четыре, пять. Мы с горки переехали. Друзья, добрый день. Меня зовут Андрей Артемов. И именно отсюда я вам начну показывать весь этот жилой комплекс. Мы с вами находимся в Севолжске, на склоне Румбловской горы, где на закрытой территории расположен жилой комплекс «Зеленая роща». Проект состоит из 33 жилых домов, 6 этажей каждый, построенных из строящихся по монолитно-панельной технологии, о которой я расскажу вам чуть позже. Территория комплекса закрытая, а вокруг комплекса находится лесной массив. На территории комплекса есть коммерческие помещения, которые вынесены за закрытую территорию комплекса. Все сделано для удобства проживания жителей. В каждом доме 48 квартир, а это 8 квартир на этаже. Класс энергоэффективности всех домов – B, то есть высокий. Класс энергоэффективности здания – это показатель, который оценивает, насколько эффективно ваше здание расходует тепловую и электрическую энергию в процессе эксплуатации. Соответственно, чем выше класс энергоэффективности, тем мы меньше платим коммунальные услуги. Наивысший класс – A++, а наименьший – E. В России, согласно приказу Минстрой, запрещено проектировать и строить дома класса ниже С, но в отдельных регионах, таких как в Краснодарском крае, строя дома с классом энергоэффективности D. Оставлю ссылку на обзор таких домов в описании к ролику. Обязательно посмотрите, друзья, чтобы понимать разницу как в классах энергоэффективности, так и в строительстве. Сейчас мы с вами находимся в первой очереди, которая была сдана более четырех лет назад. Посмотрите, только какая красота! Здесь и ландшафтный дизайн, и большие березы, и зеленая трава. Площадка под сбор мусоров. Посмотрите, как все сделано аккуратно. Светодиодное освещение. Кстати, вот это сразу видна вторая очередь, и туда мы с вами подойдем чуть позже. И я вам, друзья, расскажу разницу между первой и второй очередью. На что первое обращаешь внимание, так это на тишину и пение птиц. Здесь вокруг этого комплекса зелень, как вы уже видели. Обратите внимание на детскую площадку. Все дома, как я уже говорил, шестиэтажные. И для такого количества квартир здесь всего достаточно. Обычно такие площадки делают на дома на 16 этажей и выше, где живет там по тысяче, по две тысячи жильцов. Давайте подойдем к фасаду и рассмотрим его поближе. Слышите звук? Это так называемый мокрый фасад. Идет фасадная стена из монолитного трехслойного бетона, базальтовый утеплитель, сетка, штукатурка и краска. Вот в таких домах очень тепло зимой и прохладно летом. Вот мы видим качать для самых маленьких. Вот такая прикольная песочница. И вот это, друзья, резиновое покрытие. Это очень удобно. Но я обычно ругаю краснодарских застройщиков, потому что вот здесь камушки. И этот, соответственно, камень и песок попадают вот на это покрытие. Но я сам лично видел, как утром техперсонал управляющей компании все принесенное отсюда, и отсюда песок и камень, счищает все обратно. Поэтому здесь с покрытием, обратите внимание, за столько лет все хорошо. И нигде не видно следов ремонтных воздействий. То есть все от застройщика. И даже по количеству припаркованных автомобилей мы с вами видим, что дома все заселены, и люди здесь уже живут давно. Во всех этих проектах широченные балконы. Ширина от стенки до края метр девяносто. Но есть отличия. Самое основное отличие, что в первой очереди, видите, здесь есть колонны. И вот они идут дальше. Соответственно, здесь сто раз подумаешь, как это все обыгрывать. И я вам чуть позже покажу, как уже реализован то же самое, но во второй очереди этого проекта. Также хочу отметить отличную гидроизоляцию, примыкание конька для отвода воды к стене, к так называемому мокрому фасаду. Везде пройдено специальным герметиком все стыки, чтобы влага туда не попадала. А вот именно вот здесь внизу, это не просто подвал. Здесь есть места для хранения. Но сюда могут, соответственно, зайти те, смотрите, открыто я могу, у кого есть ключ. Кстати, как и написано в проектной декларации застройщика, сверху у нас 5-сантиметровый базальтовый утеплитель, который также служит отлично и шумоизоляцией, трубы, для того, чтобы не было потерь тепла. все закрыто. Вот видите, специальным материалом несущие трехслойные стенки, газоблок. И вот они, кладовые помещения. Вот там внизу находится погружной насос. Если вдруг будет влага, то он, соответственно, его высасывает. Здесь, друзья, везде сухо. Здесь сухо и тепло. Нигде не видно, знаете, как бывает, смотришь, и вот такие видны разводы от воды. Вот этого здесь нет. Вот он как раз. Здесь темно, конечно, ну вот это уже лестничные марши пошли. Все аккуратно, все хорошо сделано. Вообще никаких претензий нет. К примеру, вот здесь стоит табличка кладового помещения с 15 по 21. И если мы с вами зайдем, здесь тоже тепло, сухо, комфортно. Видите, все закрыто до самого верха стеной из газоблока. У всех есть свои включатели, выключатели. Стоят однотипные двери, которые видно, что никто не поменял. И застройщик здесь даже предусмотрел вентиляцию в дверях. Красота. Нет слов. Пока что мне все нравится. А мы с вами выйдем и немножко прогуляемся по улице. Обратите внимание, здесь даже есть вентиляция для подвального помещения. Да, шведы умеют делать. Вот здесь, кстати, сразу, что бросается в глаза, то, что вместо стекла или вот такой заглушки здесь на заклепках установлен металл для того, чтобы просто это не убили. Ну и смотрится, конечно, отлично. Широченные двери. Пройдет даже рояль. Большие широченные окна до практически самого верха. А сверху из такого тонированного стекла ограждения. Вот это называется эко-парковка, потому что, видите, здесь специальная плитка, через которую как раз прорастает трава. Но управляющая компания, например, вот здесь закрыла ограждающими конструкциям для того, чтобы вот именно здесь не парковались машины. Но при этом здесь парковочных мест предостаточно. И видно, сегодня выходной день, в воскресенье, большое количество машин. То есть люди практически все дома. Камеры видеонаблюдения во всем жилом комплексе также от застройщика. А вот он и детский сад на 240 мест. Обратите внимание, что у каждой группы есть вот такая своя прогулочная зона с беседкой. Все очень здорово. И функционирует детский садик с 17-го года. То есть еще не все построено, а детский сад уже есть. И вот, кстати, обратите внимание, наверху видны строители. То есть они, как и в Европе, не спеша, в небольшом количестве строители ходят и строят ваши будущие дома. А у жителей первых этажей в первой очереди есть большое преимущество. Это свой небольшой кусочек земли с дополнительным входом-выходом, огороженным вот таким красивым деревянным забором. Как говорится, добро пожаловать домой. Заходим. Вот мы зашли на территорию второй очереди жилого комплекса. Здесь аналогичная ситуация. Посмотрите, как все красиво и ухожено. И это заслуга и застройщика, и управляющей компании, которая обслуживает эти комплексы. Здесь спокойно гуляют дети, жильцы знают друг друга в лицо. Есть везде указатель, знаешь, куда позвонить. И вечером здесь тоже достаточно красиво и уютно. А мы с вами подойдем сейчас как можно ближе к строящимся домам и поговорим про технологию строительства этого комплекса. Этот дом сдан совсем недавно. Обратите внимание, он весь готовый. Чистота и порядок. Зеленая трава, кустарник, отмазка из необработанного камня. Здесь тротуарная плитка вместо асфальта. И даже здесь, посмотрите, как красиво выложено булыжником для того, чтобы вам было удобно пройти ваши кладовые помещения. Здесь такое занижение. И видите, здесь уже играют дети. Большое количество деревьев. Соответственно, ели. Или елки. Ели, да. И вот видите, как здесь все красиво сделано с большой подсветкой. Можно поиграть в шахматы. Все дома стоят на монолитной плите 40 сантиметров толщиной. После этого все несущие стены их специально для застройщика изготавливают на заводе с маркой бетона B25. Вот видите, вот они ставятся между собой и скрепляются. Соответственно, из фундамента есть определенные выпуски. В панелях есть секции, куда заходит этот выпуск и зажимается для того, чтобы все как следует держало. Сейчас вот мы спустимся здесь ниже в подвал. И здесь будет проще вам все и демонстративнее показать. Вот эта стена трехслойная с утеплителем. Стыки минимальны. И они зачеканены гидроизоляцией. Здесь до определенной отметки они зачеканены еще и бетонным раствором. Для того, чтобы выходила влага в каждой плите, обратите внимание, есть выпуски. Посмотрите, как это все сделано на одном расстоянии, красиво, и они практически незаметны. Если не знать, что они есть, вы их даже никогда не увидите. А вот это вентиляция подвального помещения. Также, кстати, хочу обратить ваше внимание на ограждение. Смотрите, все крепится на анкерах, окрашено в один цвет, и вот такие серебристые поручни смотрятся красиво и современно. И первое, основное, хорошее отличие от первой очереди, это вторая и третья очередь отличаются. Обратите внимание, что здесь нет дополнительных подпор из бетона, как в первой очереди. И поэтому вот это все помещение, это все очень удобно. Вот видите, кстати, здесь уже укладывают плитку люди себе. Вот. Но я бы, кстати, плитку не укладывал, я бы там просто бы настелил бы обычный деревянный пол и было бы намного теплее. Ну, а мы с вами пройдем вот к этому дому и я вам покажу гидроизоляцию. Здесь также, как и в первой и второй очереди, у жильцов первых этажей есть свой вход выход на вот такую террасу, которая ограждена деревянным забором. А вот здесь как раз есть дорожка, можно сделать калитку. Да, даже не можно сделать, она уже здесь вот, друзья, есть. То есть можно зайти здесь, можно с главного входа. Все, кстати, дома одноподъездные. Вот по такой тропинке из булыжника лестнице. сделал застройщик. Мы спускаемся вот на такую красивую аллею и как раз идем с вами, друзья, к дому, который сейчас строится. И, кстати, здесь, смотрите, обращу ваше внимание, что со стороны, где как раз будет окрашено, я так понимаю, в рябиновый цвет ламинации идет стеклопакетов таким темно-синим, черным цветом смотрится достаточно сильно. А вот где, как и вот здесь будет белым цветом, здесь и оконные рамы стандартные белого цвета. Вот видите, вот это черное, это как раз гидроизоляция. Она делается в уровень земли для того, чтобы в подвальных помещениях было сухо и не было никогда влаги. Панели из дерева по мне достаточно интересно и красиво смотрятся. Так аж тепло становится. А вот здесь мы как раз видим с вами фундамент следующего дома. Вот она, монолитная подушка, бетон, арматура, гидроизоляция, входы-выводы под коммуникации и толщина, как я уже говорил, ее 40 сантиметров. Для этих домов, друзья, этого предостаточно. Ну вот, дети, похоже, наигрались и идут домой, либо их позвали родители. А мы сейчас с вами поговорим еще о изменениях как раз во второй и третьей очереди при строительстве этих домов. Вы скажете, Андрей, да это же водосточная труба. О каких современных домах ты нам тут втираешь? А нет, друзья, я вам сейчас все покажу и расскажу, для чего вот эта труба. Вся ливневая канализация с кровли спускается через специальную шахту сразу в канализацию. А вот это, друзья, труба для отвода конденсата с будущих кондиционеров, если вы, конечно, решите их поставить. Вот смотрим до самого верха и видите, шестой этаж и на уровне середины шестого этажа эта труба заканчивается. А вот там чуть выше, как раз где уровень окон, там есть специальное отверстие, куда будет вставляться трубка для отвода конденсата из кондиционера для того, чтобы подключить кондиционер здесь застройщикам предусмотрена розетка а это так называемый дренаж вот так видите все продумали все до мелочей для того, чтобы влага не попадала в дом здесь есть специальная решетка куда она вся будет уходить и вот видите вот здесь идет обсыпка как раз камнем это сделано не просто так это сделано для того что если вдруг нужно будет это обслужить то выкапывают именно ту часть где нет травы для того что потом знаете как бывает выкопают потом закопают и вместо травы кусок земли остается так вот здесь такого нет а вот и как раз канализационный люк не знаю конечно как вам а мне очень нравится что прямо у каждой входной группы в этом комплексе есть стоянка для железных друзей велосипеды и самокаты лавка мусорный бак все от застройщика даже есть специально щетка для чистки обуви и вот такая сетка чтобы грязь не попадала вот туда вовнутрь фасадные стены не только фасадные все что из бетона это несущие самонесущие стены как я уже говорил ранее они приходят с завода для застройщика но все монолитные перекрытия они из монолитного бетона и застройщиках выливает здесь сам в этих монолитных перекрытиях проходят коммуникации для вашего удобства об этом я расскажу вам более подробно в следующей серии а вот здесь как раз друзья находится тарзанка вот видно дети катаются это одна из излюбленных площадок детворы да и не только детворы я и сам здесь прокатился разок-другой знаете что это это экскаватор и ваш ребенок может управлять вот таким экскаватором и копать песок чтобы не быть голословным при помощи электронной рулетки мы с вами померяем ширину балкона 1 метр 95 сантиметров и так друзья в каждом доме кстати еще на что обращу ваше внимание посмотрите какое достаточно большое расстояние между домами и дома расположены так что вы не смотрите соседям окна в окна и мне это очень нравится застройщик кстати позиционирует эти дома как комфорт класс но отличие еще дополнительно второй третьей очереди последующих от первой кроме того что у жильцов первого этажа есть свой маленький участок земли такая открытая терраска на воздухе где можно приготовить вкусный шашлык если это конечно разрешат и для жителей шестого этажа обратите внимание что оконные проемы увеличены высоты по периметру у этих жилых комплексов есть вот такая огромнейшая парковка для автомобилей она будет идти вот туда дальше потом направо и общее количество здесь парковочных мест 900 при этом я не считаю то количество парковочных мест которые уже между домами вот можно более близко рассмотреть площадку для сбора мусора а для тех кто делает ремонт вот там вдалеке виднеется синий большой контейнер так называемая лодочка куда жильцы выбрасывают весь строительный мусор и обратите внимание что как я вам говорил ранее вся территория огорожена вот такой забор при этом мне нравится что он открытого типа то есть здесь просто сетка и ты видишь что за этим забором а выйдя сюда мы попадем с вами вот он уже виднеется продуктовый магазин ну теперь мы давайте зайдем с вами в подъезд и рассмотрим его как следует проход у всех с магнитным ключом на первое что сразу обращу внимание видите это тамбур это он отлично отсекает холод или тепло с улицы к лестничным маршем и лифтовому холлу только захожу срабатывает датчик движения загорается свет первый этаж и лифт на две стороны и он поднимается сюда то есть для жителей с детьми не будет никаких неудобств для того чтобы тащить сюда коляску это делать не надо потому что вы прямо на лифте приедете на свою площадку обращаю внимание конечно здесь все аккуратно нет никаких реклам надписи все все ровно красиво большое зеркало можно помахать себе рукой сделать селфи видно сколько этажей соответственно в доме и какие квартиры расположены на площадках но и это не все друзья посмотрите почтовые ящики везде есть от застройщика таблицы с нумерацией квартиры посмотрите как это все сделано красиво но давайте мы сейчас с вами поднимемся на первый этаж пешком сразу обращаю внимание что здесь есть камера и это тоже от застройщика для нашей с вами безопасности цифра 1 соответствует этажу а здесь очень тепло обратите внимание вот здесь находятся различные коммуникации серого цвета стена серая дверь темно серая стена темно серый шкаф здорово что подписаны квартиры могли бы конечно сделать нормально но видите сделали так напечатали на принтере и на скотч приклеили могли бы сделать нормальные таблички вот за это застройщику минус но большой плюс то что здесь двухтарифные современные счетчики и если стирать или убирать с 10 вечера до 7 утра то можно хорошо так сэкономить при помощи специального ключа я открыл створку двери для того чтобы вам показать внутренности что там спрятано и вот кстати посмотрите как все сделано аккуратно подписаны квартиры ТВ помощник связи то есть все в полном порядке вот это именно внутренняя красота этого объекта открыв соответственно своим супер ключом второй шкаф мы здесь видим что здесь есть счетчики на тепло вся система топления проходит не в стяжке как это часто бывает а проходит в самой монолитной плите поэтому при работе когда будете что-то сверлить будьте аккуратны топление проходит на расстоянии двух с половиной сантиметров ну вот здесь видно видите это клапан для сброса воздуха то есть когда в стиме есть воздух для того чтобы он выходил есть специальный клапан нигде не видно подтеков и вы только посмотрите как все красиво и аккуратно сделано вот оно идет тепло в квартиры а вот уже отработанная охладевшая вода идет в систему обратно есть запорная арматура тепло шумо изоляция вот еще один клапан вот еще запорная арматура и фильтр грубой очистки а вот это бетонная стена завода марки бетон 25 а вот здесь есть сама схема коллектора как это все разведено ну красавцы другого слова у меня здесь нет лайк во всем доме кроме датчиков движения стоят светодиодные лампы это отличная экономия электроэнергии ну что вызываем лифт вот видите здесь даже на первом этаже есть электронное табло которое нам показывает что он с нулевого уровня поднимается на первый этаж а первый этаж здесь и выше все дома шестиэтажные лифты отис с генерацией энергии то есть эти лифты и помогают экономить электричество и жители платят и меньше вот смотрите входная дверь видеокамера светодиодное освещение стены закрыты арголитом для того чтобы их будущие жильцы в частности строители не убили поднимаемся на самый верх кстати лифт едет хорошо вот здесь простите вот он шестой этаж здесь аналогично и всего восемь квартир на этой площадке ну давайте выйдем на лестничные марши и рассмотрим их вот эта лестница не на тех этажах здесь нет нигде тех этажа это сразу выход на кровлю и жильцы могут спросить блин нам же будет холодно будем слышать как птицы по крыше ходят друзья это не так там высоченный пирог из утеплителя плит ЦСП и отличной гидроизоляции первое что конечно бросается в глаза это широченный лестничный марш вот с такими панорамными окнами также здесь сразу обращаю внимание на ограждение держится крепко смотрится красиво и вот сейчас мы буквально спустимся на один пролет вниз смотрите вот здесь сразу видно видите вот эти окна а вот она фурнитура когда соответственно на улице жарко для того чтобы проветривать вы здесь открываете окна а внизу открываете дверь и здесь тоже есть поручни ограждения потому что здесь большое панорамное окно кстати стекла даже здесь не только в ваших квартирах здесь энергосберегающие стеклопакеты которые помогают вам экономить на ресурсах ну давайте пройдем ниже и посмотрим цвет стен везде белый за счет этого площадь лестничных маршев смотрится еще больше и на что я обращаю внимание что закреплено не на сварку на закладных как это часто бывает а все держится на анкерах обратите внимание какие красивые у них головки серебристые как раз под цвет самих перил мне нравится очень красиво стильно и ничего лишнего друзья вот видите только спускаюсь сразу же срабатывает датчик движения и загорается соответственно свет вот смотрите раз лампочка гори вы еще даже сюда не дошли он видит вас вот здесь датчик и включает соответственно свет здесь даже приятно пешком подняться даже на последний этаж потому что всего их здесь шесть еще хочу вам показать вот это место вот видите для того чтобы не было никакого шума здесь как раз гравийная крошка и также эта гравийная крошка помогает в жару сохранить кровлю вот именно этого участка вот он первый этаж который я вам соответственно показывал а вот он и выход из этого прекрасного подъезда знаете часто бывает нужно позвонить в управляющую компанию начинаешь судорожно искать куда позвонить здесь же на каждом доме в каждом подъезде есть номер телефона ты понимаешь кто осуществляет управление домом и куда тебе нужно позвонить и куда то не заставляю нужны не заставляю люди устали к Продолжение следует... Продолжение следует... Во второй очереди или в первой? Нет, вот этот дом. Мы переехали в тот день, когда я забрал бывший роддом, и в этот день мы переехали. Двойной праздник. Да, у нас праздник. Переезд страшнее пожара, но у нас двойной так и получился. Нам очень нравится здесь, хорошо, тихо, спокойно. Мы с горки переехали. В Санкт-Петербурге. Да, прям осознанно мы искали за городом, где пожить, и очень долго убирали. И, собственно, мы очень довольны. А почему именно здесь решили? Есть же здесь много во Вселожеском новостроек, где можно взять, было, кстати, дешевле, квартиру чуть ли не в два раза. Да, действительно, можно было взять и пометражнее, так сказать, да, но, наверное, философия какая-то есть у меня. Я слышал такое выражение, какая-то магия, короче, мы на нее купились, в общем. То есть вам нравится скандинавский стиль? Ну, не то, что скандинавский, здесь отношение людей ко всему другое. К друг другу, к вещам, к каким-то событиям, может быть, я не знаю, здесь люди собираются, общаются, в общем. Все вот это вот сыграло, собственно. Я так понимаю, то, что малоэтажные строительства всего лишь 6 этажей, всех соседей, в принципе, в лицо знаешь. Да, да, мы знаем. Ну, мы еще мало познакомились, у нас только дом переезжает, я думаю, по дому годмах еще и больше народу старается переехать. Да, малоэтажка, и на самом деле мало малоэтажки, где есть такое прямо. Ну, круто, короче, вот. На каком этаже вы живете? Мы живем на первом этаже, у нас терраса. У вас терраса, отлично. Шашлык уже жарили или еще нет? Вот, кстати, сейчас собирать. На Новый год. Да, мы замочили шашлык. То есть, здесь можно спокойно жарить на своей террасе шашлык, и за это никто не накажет. Есть определенное правило. Угу. У меня открытый огонь, есть электрогриль. Можно взять, кстати, вот управляющая компания, но мы свою купили. Бесплатно? Да, бесплатно, там от залога ставить небольшой. Мы решили свою взять, чтобы никого нет за вещь, и до этого времени можно было пожарить. Стоит еще что-то. Отлично. А саму террасу мы еще не успели, так сказать, заюзать, потому что... То есть, она такая же осталась, как от застройщика пока? Она осталась от застройщика, мы еще ничего там не делали. Есть планы газон посадить, как-то ее обустроить. То есть, не знаю, ребенка там бассейн после этого поставить. Ну, пока уже не зумно, но у нас в следующий год. Что по шумоизоляции слышите ли ваших соседей, если они только не сверлят перфоратором стены? Объективно никак не могу сказать. Наверху конспекту еще не живет, но мне кажется, что как раз по вертикали, да, то есть слышимость, но соседей я сбоку не слышал. У нас был еще опыт, мы пока делали ремонт, снимали квартиру в той очереди. Я не знаю, какой номер... Вот первая, которая, да, вот там в далеке? Да, и там было слышимость по вертикали, но мне кажется, что когда делать ремонт, надо просто задуматься и сделать, я не знаю, что там пробка, не пробка, а подложку подложку. Ну, какую-то шумоизоляцию. Да, какие-то строительные технологии применить точно нужно. Ну, хотя опять же, кому как. У нас там не сильно напрягало. А вы квартиру уже с ремонтом от застройщика приобрели, либо сами делали ремонт? Нет, это был принципиальный вопрос, мы сами хотели сделать под себя, у нас мы разработали там, в общем, дизайн, проект, все дела, в общем, делали под себя. Ну, делали тоже сами ремонт. То есть сами делали? Или строители на немаля? Нет, мы сами делали. А быстро сделали? В таком, в общем, в режиме, в общем-то, у нас вот ребенок был, да, срок, вот пока не родился, надо было ремонт сделать. То есть вы очень быстро, активно его сделали? Сделали прям четко, у нас дедлайн, вот говорю, забрал ее. Понимаю, что это уже не первая ваша недвижимость, вот я понимаю, что вы от застройщика получили в так называемой белой отделке предчистовой. Как вам качество вот этой отделки от застройщика? Кривые стенки были ровные, что пришлось переделать, с чем столкнулись? Я бы оценил на 4 с плюсом, потому что я знаю, что сдают там Муринов, Парнасе, да, и прочее, то здесь вообще офигенно. Но мы все равно все переделали, там, допустим, некоторые красят поверх, да, здесь уже будут покрашены просто. Но краска, она, как сказать, ну, на нее мы решили покрасить, потому что жалко было краску какую-то дорогую брали. Мы, в общем, сделали, там, поклеили стеклохолостость, поклевали все его, покрасили его, как считаем, ножны. Плюс еще 5-теричные могут появиться в будущем. Ну, возможно, да. В целом, да, ремонт, это хороший ремонт, он нам заметно облегчает дальнейшее устройство. Ну, ничего бы такое не сказал, все нормально, в принципе. Оплачивали ли вы уже коммунальные платежи? Да, оплачивали. Я особо не слежу с коммунальными. По цене, ну, в среднем, наверное, тысяч 7 сейчас приходят. Метраж у вас какой квартиры? 80 квадратов где-то, наверное. Это вот эта так называемая евро-трехкомнатная квартира? Да, да. Но если сравнить цену, что сейчас вы платите и Санкт-Петербургом, там было дороже или дешевле? У нас там была поменьше квартира, почти, наверное, раз в полтора. Там выходило, опять же, я не слежу, ну, может быть, 4-5 тысяч. Здесь тоже, ну, летом выходило, наверное, 5 тысяч. Без отопления? Да. Ну, опять же, отопление можно туда поджать. Ну, в принципе, ну, я считаю, нормально. Тем более, в области, говорят, в дороже. Дороже, да, стоит, чем в городе? Ну, какие-то услуги, вода, там, она, по-моему, в области дороже, чем в городе какие-то льготы. Ну, в общем, как-то так. А сами работаете в Севолжске или в городе? Я в городе работаю, но у меня удаленный формат работы. Ну, то есть вам не нужно туда мотаться? Да, у меня есть возможность дома работать. Если, например, взять ситуацию, что вам срочно нужно в город, в час пик сколько, до центра города, отсюда на машине? Или на общественном транспорте? Мы еще не научились подстраиваться, но надо подстраивать этот график. Я, допустим, здесь уже буду сидеть в город, в Зарасе, на Канинске. То есть, когда вот в час пик пройдет. Ну, сейчас видно, вот, в воскресенье вечер, дачник, еду домой. И нужно полагать, что где-то 5, ну, наверное, 10 минут нужно потрачить, чтобы выехать вот туда. Ну, а так по времени сколько нужно ехать? 30 минут, там, час, два, три? Я в час пик, когда я ни разу еще не выезжал. Осенью в час пик. Если я, допустим, в 10 утра выйду в будни, то за минуту, ну, 40, наверное, я доеду. Ну, это опять же... Ну, это нормально. Среди езды, да. Ну, я так сказать, что от севера Санкт-Петербурга я добираюсь быстрее, чем тогда добирался. То есть, вам в Севлаше все-таки больше нравится, и само проживание более комфортно, правильно я вас понимаю, вот здесь? И добираться везде, в принципе, быстрее. И вот здесь очень свежий воздух, очень чистый. Из-за того, что, получается, сам этот жилой комплекс, массив находится в зеленом массиве. Большое количество деревьев. Здесь находится, да, здесь массив. Вот она, напротив, лес. Угу. У нас есть 5-ти, веледорога здесь. Тот же три озера, если не ошибаюсь, рядышком. Да, шикарный просто лес, как бы, там ягоды можно собирать, крик, как бы собирать. Ну, в общем, шикарно. И сейчас мы на горке находимся. Здесь, ну, ветер чуть-чуть, может быть, сильнее, да, чем... Но воздух свежий, и люди, которые там приезжают в гости из Питера, да, они вообще замечаются в воздухах шикарный. Когда подрастет дочка, в какой садик будете водить? Ну, не знаю, мы еще не думали. Вот, который вот здесь находится сразу, или... Да, мы не стали в очередь туда. Но, честно говоря, говорят, трудно туда попасть. Но мы вопросов не изучали. Будем выбирать садик, и на садике получит. Если садик получит, то и мы туда его. Предпоследний вопрос. Куда ходите за продуктами? Продуктами. Если нужно купить срочно хлеб, молоко, то ходим в магазин, у нас Реал есть. Это так вот, в общем, быстро бегу что-нибудь купить. А в основном мы, в общем-то, оказываем доставку, там, спермаркет, яндекс, клавка, что-то такое. Не надо ездить, хочется съездить, но, честно говоря, не очень хочется ездить. Легче заказать. Ну, проще, да, в интернете, я согласен с вами, заказал, тебе все привезли, и не нужно тратить кучу времени. Не бензин, не время, не пробки. Доставка нет проблем. Самокат ездит, яндекс, еда есть. Единственное, что мы с женой захотели, там, после 11 часов, из ресторана заказать, и у нас не получилось, потому что все закрыто в Селовске, а в Санкт-Петербург, в общем, и не возили. Далековато. Да, то есть, если нужно заказать, то лучше это делать, в общем, заранее, до 11 часов. И последний вопрос, вот если вернуть, там, вашу, обнулить вашу, скажем так, покупку этой квартиры, вот сейчас бы, уже учитывая тот опыт проживания, приобретения квартиры, вы бы еще раз здесь купили бы квартиру или нет? Если все внули, да, конечно, бы взяли. Ничего абсолютно нас не смущает, мы очень довольны и очень счастливы. Большое спасибо, что уделили время. Хорошего вам дня, вечера и растите большие, не болейте. Анна Прокофьевна, добрый день. Вот вы сказали, что вы не местная, приехали в гости. Откуда вы приехали в Севоложск? С Кемеровской области. С Кемеровской области. Сколько вы уже здесь находитесь в гостях в Севоложске? Сейчас вторую недельку. И как вам здесь по сравнению с вашей Кемеровской областью? Нормально, хорошо. У вас теплее, холоднее? Там 20 было градусов. Плюс или минус? Минус. Ого, то есть вы здесь отогреваетесь? Там на лыжах катались уже. Ну, у нас, да, снег здесь был, он быстро растаял. Если сравнивать цены на продукты в вашей области и здесь в Севоложске, есть ли какая-то разница? Почти никакой. А качество продуктов? А мне кажется, у нас лучше. Лучше у вас. Ну, там всегда лучше. Как вам вообще этот комплекс? Очень красивый, очень хорошо, очень нравится. Соседи слышите за эти две недели за стенкой, сверху, там, снизу? Ну, как, как всегда и у нас тоже в Кемеровской области тоже слышно. У нас все равно есть какая-то, да? Звукоизоляция низкая такая, что вообще никого не слышно. Нет, такой нету, по-моему, чтобы не слышно. А сюда приходите с внуком поиграть? С внучкой. Внучкой. Да. Именно вот на эту тарзанку, да? Да. Это она вас сюда привела или вы сами нашли? Она привела. Она уже знает это место. Спасибо вам большое, что уделили время. Хорошего дня. Спасибо и вам. Спасибо. Да. А, Софья, еще раз добрый день. Большое спасибо, что уделяете немного своего драгоценного времени, чтобы ответить на пару вопросов. Как долго вы здесь живете, в этом комплексе? Около трех лет уже, наверное. Ого. То есть это получается в первую очередь еще приобретите на квартиру, либо вот здесь во второй. Да, в первую очередь. В первую очередь. Как вам здесь? Мне здесь нравится. Тут красиво и всегда есть где погулять. А где гуляете? Да, вокруг, на площадке можно. То есть прямо вот здесь по комплексу достаточно? Да, есть возможность выйти в парк там дальше, через дорогу. А как парк называется? Румболовский парк. Румболовский парк. Это тот, который недавно совсем открыли? Нет, нет, там просто лесной комплекс. А, лесной, просто погулять по лесу, пособирать шишки. Да, просто по лесу, рядом озеро, можно прокатиться на велике. Отлично. Вы живете здесь три года, соответственно, уже, наверное, у вас дом давно обжилой, и там большое количество соседей. Знаете всех в лицо? Или практически всех знаете? Ну, большую часть, да. Слышно ли вам соседи? Как шумоизоляция? Шумоизоляция? Ну, вот соседи, которые сбоку, возможно, и слышно, а так все прекрасно. Прекрасно. Да. На каком этаже вы живете? Сейчас на втором. На втором этаже. Есть ли проблемы с канализацией, с водой, горячей, холодной, давлением? Нет, нет. То есть все прекрасно? Открылый экран, сразу пошла горячая вода. И бывает, когда во всем городе отключена вода, она у нас есть, и это большой плюс, да. А качество воды какое, пьете из-под крана или нет? Нет, из-под крана не пьем. Приобретаете? У нас фильтр стоит, да. А с отоплением тепло ли у вас дома? Да, тепло. Все прекрасно. Родители не жалуются на то, что дорогие коммунальные услуги? Ну, в последнее время есть такое, но я думаю, что это больше связано с... С отопительным сезоном. Да, скорее всего. Плюс там пару тысяч рублей квитанция. Как вы считаете, управляющая компания справляется здесь с уборкой и обслуживанием территории комплекса? Я считаю, что да, возможно. Мусора здесь не видно, да? Возможно. Чисто, хорошо? Мусора точно нет, да. Все прекрасно. И территории закрыты, я так понимаю, посторонние просто так сюда не пройдут. Да, это большой плюс. А замечали, что здесь дети без родителей гуляют сами одни по себе? Да, конечно. У меня у самой младшей сестра, мы ее отпускаем, она гуляет под балконом. В дворе? Да, прямо вот здесь. А где, какое ее самое любимое здесь место для игр и отдыха? А вот тарзанка новая поставили, да. А вы катались здесь уже? Нет, я же уже, наверное, не подойду. Слушайте, даже я уже прокатился. Я думаю, вам стоит. Слушайте, очень здорово, чуть телефон не выпал из рук. Надо его очень крепко держать, если будете снимать там для ТикТока или Инстаграм. Софья, огромное вам спасибо, что ответили на вопросы. Хорошего вам дня. До свидания. До свидания. Друзья, в этом комплексе нет студий. Есть только одна, двух и трех комнатные квартиры. А цена на недвижимость начинается от 5,5 миллионов рублей. На вторичном рынке практически нет квартир, но у меня немножечко есть для вас в закромах Родина. Мой контактный номер появился у вас на дисплеях. Если вам нужна хорошая и проверенная недвижимость, не стесняйтесь, звоните и пишите в WhatsApp. В следующей серии, кстати, я вам покажу свою однокомнатную квартиру в этом жилом комплексе. Не переключайтесь. Благодарю, что посмотрели. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на этот обзор. До скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok